А купить все для Call of Duty Warzone и Modern Warfare 2 можно на сайте shopcode.ru. Боевой пропуск и наборы даже для российских аккаунтов Steam, PlayStation и Xbox, а также для других платформ и любых других регионов. Более 15 тысяч выполненных заказов и тысячи отзывов. Все это по ссылочке в описании. И не забывай промокод Kaking, чтобы получить скидку. Ум, я имею в виду... На стрельбище. А имасист очень странно работает в игре. Что это если не скрытый нерф имасиста такой имбовой штуки? И некоторые люди задумались, некоторые начали радоваться раньше времени. Но есть одна проблемка. Я сегодня зашел, специально затестил. Я специально заснайпился с пацанами конкретно в добыче. То есть в, грубо говоря, в Warzone, не в мультиплеере. И выяснил, что все, в принципе, работает так же, как и раньше. Ничего не изменилось. Вообще ничего. Единственный прикол со всем этим имасистом, который на данный момент происходит, то, что он не работает на стрельбище вообще. То есть нет замедления, нет ротейшнала имасиста, нет ничего. А так же во время подготовки к ГУЛАГу, когда вы бегаете за этой решеточкой около аренки, у вас тоже работает имасист неправильным образом. И казалось бы, ну, типа не работает, не работает. Но тут вы же видели, что началось. Те самые КВМеры, которые вчера кричали, ой, да я пойду все играть на геймпаде. Другие, которые орали, я на ковем до конца. Все начали орать. Я просто поражаюсь тому, как люди из ничего просто высасывают свои эмоции. Потому что, ну, это на самом деле очень смешно. Люди не разбираются, не пытаются разобраться. Просто типа, аааа, просто кричат. Одни кричат на одну тему, другие кричат на другую тему. Но я вам заранее могу сказать. Так, ребят, если бы хоть в одной игре люди были бы заинтересованы в том, чтобы потерять часть аудитории, они бы, наверное, это сделали. То же самое абсолютно происходит и с Апексом. Как бы там киберспортсмены не ныли. В Апексе, если что, Айм Ассист намного слабее, особенно на ПК. Он намного слабее, чем в Варзоне. Он не настолько далеко крутит тебя. Он не настолько сильно приклеивается, присасывается, как это обычно любят называть люди, играющие в Варзону. Но при этом киберспортсмены все равно продолжают переходить на геймпад. По одной простой причине. На пике ваших возможностей нужны дополнительные штуки-дрюки, которые помогут вам быть стабильнее. К сожалению, ни один крутой КВМ-игрок не может похвастаться стабильностью. Сегодня он тащит, завтра у него может быть плохое настроение условно. И он будет трогать хуже. А геймпад нивелирует эти вещи. И именно поэтому я ратуюсь за то, чтобы... Ребята, переходите на контроллеры. Потому что, ну, а какой смысл давать людям? Зачем давать людям, которые играют против вас в эти игры, давать какое-то дополнительное преимущество, если ты можешь играть на приоритетном устройстве ввода? Зачем? Ребята, стримын каждый день с утра. Приходите, подписывайтесь. Ставьте лайки в моей тележке. Все новости по Call of Duty Warzone, а также сборочки и все дела. Залетайте. Всем спасибо. Всем пока.